Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Алексей Крыловецкий и вы находитесь на канале крупнейшего автомобильного ателье компании Купи Салон. Мы находимся на Московском международном автосалоне, зашли на стенд компании Аурус и встретили здесь моего старого друга Алексея Чвокина, ведущего дизайнера, экстерьера компании Аурус. Алексей делал это не один, он делал это с группой товарищей компетентных. Под руководством Юрия Черненко, глава всего дизайнера. Под руководством Юрия Черненко. Я в прошлый раз, а мы смотрим на этот автомобиль уже не первый раз, отметил для себя, что не смог найти ни одного ракурса, в котором этот автомобиль мне бы не нравился. Для того, чтобы добиться, чтобы с каждого, абсолютно с каждого ракурса этот автомобиль выглядел здорово, замечательно. Сколько сил и времени было потрачено? Пять лет. Около пяти лет. Пять лет, ребят. Пять лет, вы только вдумайтесь. Он был с нуля осознан, то есть вот не было ничего, был полголый, и дальше надо было все это сделать. Это было сделано. Заняло целых пять лет. Огромная команда профессионалов, которых собирали в России. Многие ведь не верили в то, что можно потратить кучу-кучу денег и сделать хоть что-нибудь путное. Думали, что все разворуют. Нет, не разворовали. Автомобиль сделали. Автомобиль по-настоящему красивый. Мы обязательно заглянем вовнутрь, посмотрим, как выглядит интерьер, рассмотрим его в деталях. Но я могу сказать, что в этом автомобиле по-настоящему вложена большая русская душа. Сколько стоит этот автомобиль? Точные суммы сейчас не называются, они будут известны скорее к началу продажи. Ориентировочно, вот какой суммы он может начать. Дороже Майбаха или дешевле, например? Ну, я думаю, дороже Майбаха. Дороже. Ребят, где-то от 9-10, наверное, миллионов рублей. Даже побольше. Даже побольше, да? То есть это явно дороже Майбаха, это, наверное, дешевле Роллс-Ройса, да? Возможно, где-то посередине, в районе Мульсана, например, да, Бентли, который... Между Бентли и Роллс-Ройсом, я думаю. Между Бентли и Роллс-Ройсом. Естественно, мы как автоателлие тяготеем к тому, чтобы сразу пощупать все, погладить, насколько все хорошо сделано. Так вот, кожа сделана в России, на Рязанском заводе. Признаюсь, я всегда относился к этому заводу с определенным скепсисом. Мне никогда не нравилась их кожа. Но вот здесь вот, без ложного совершенно сомнения, могу сказать, что кожа очень приятная, бархатистая. Я не знаю, как она будет служить, но я уверен, что для такого автомобиля заводчане расстарались и технологи сделали хороший состав. Кожа выглядит очень гладкой. Даже на таких больших поверхностях, как потолок, мне не удалось вот так вот сразу явно найти какие-то недочеты, недостатки. При том, что в дорогих автомобилях Роллс-Ройс, высоких комплектациях автомобилей Порше и Мерседес, недостатков на коже, вот огромное количество. И найти их может любой желающий. Для этого не надо быть профессионалом. Качество кожной отделки, на мой взгляд, превосходное. Вот совершенно точно превосходное. Я не вижу, к чему здесь можно вот явно придраться. Сидения сшиты очень хорошо. Кожа на жутких поверхностях лежит идеально. Швы абсолютно ровные. Переход швов в тех местах, где они стыкуются друг с другом, сделан добротно. Когда занимаешь место, ну, главных пассажиров, левое заднее и правое заднее, главнее. Ну, правое, естественно, главнее, да. Ну, само собой. Занимаешь это место, всегда обращаешь внимание на то, насколько тебе удобно. В чем выражается эта удобство? Во-первых, насколько комфортно сидишь в самом кресле. Насколько оно хорошо тебя поддерживает. Недели ничего не давит, не выпирает. Достаточно ли боковая поддержка? Или же она слишком выражена? Могу сказать, что для моей фигуры с ростом 185 сантиметров этот автомобиль достаточно комфортен. Хотя, возможно, переднюю часть кресла я хотел бы немножко опустить вниз. И прямо сейчас я это сделаю, благо существует большое количество электрических регулировок, доступных для меня. Если говорить про версию Сенат, это короткий автомобиль, то для него, наверное, я не знаю, существует или не существует версия с атаманкой, которая позволяет отгибаться вперед, как в Майбахе. Но даже если бы была, ребят, она здесь лишняя. Очень просто. Переднее кресло, максимально отодвинутое вперед, все равно не дает достаточно места для ног, чтобы, будучи поднятыми, икры ног, соответственно, ложились полностью, опирались на вот эту атаманку и давали возможность еще вполне расслабиться. Но даже с тем объемом места, которое здесь есть, мне вполне удобно и комфортно. Более того, мне кажется, что здесь посадка задних пассажиров, она выше, чем в большинстве современных лимузинов. И мне, черт возьми, это нравится. Я имею очень хороший обзор. Я вижу даже немножко над подголовником впереди стоящего кресла. На мой взгляд, это здорово, очень удобно. Ну, да, ну вот здесь вот помимо отделки натуральной кожи, причем двух оттенков, здесь присутствует еще и отделка... Это натуральное дерево? Нет, это шпон. Натуральный шпон? Натуральный, конечно. Да, это похоже на орех, наверное, да? Да, матомый орех. Здесь у нас есть еще и столики. Отлично. Ребят, столики, это всегда здорово. Возможно, их площадь недостаточна для того, чтобы разместить какой-то большой ноутбук, но если вам надо, например, подписать документы или требуется, ну, я не знаю, положить планшет перед собой, да, или просто получить опору для рук в области кистей, то здесь это можно вполне сделать. Кстати, да, и кстати, этот столик, он абсолютно ничем не уступает, не по внешнему виду, не по функционалу. Таким же столиком в автомобилях, ну, например, Mercedes Maybach или Range Rover в удлиненной версии, в частности, или, например, BMW 7. Столики доступны с обеих сторон, правильно? Да, конечно. Вот интересно, будет ли это базовая опция или же эти возможности будут доступны за какую-то дополнительную оплату? Базовая базовая. Базовая? Фишка в том, что у тебя изначально есть базовая супер опция, то есть комплектация, она включает в себя все, все, что есть вообще на рынке. Ну, а чего она не будет включать в таком случае? Все будет включать, единственное, в чем ты будешь выбирать, это в отделке. А, то есть можно выбрать цвета, сочетание? Да, сочетание, просто все остальное, оно уже, грубо говоря, есть. Ну, хорошо, ну, в этой машине, помимо столика, да, то есть, наверное, есть еще какие-то удобные инструменты, там, кстати, ребят, внутри есть зарядки все необходимые, даже немножко пространства. Здесь еще есть розетка сразу в базе 220. Опция охлаждать, нагревать напитки. Ага, это электрические подстаканники, они идут с подсветкой, управляются раздельно. То есть каждый может сделать свою собственную температуру. Да, то есть можно нагревать, можно охлаждать. Два подстаканника. Так, значит, сзади у нас есть возможность еще и откреститься от всех преследователей. Есть электрические шторки. Такие же точно электрические шторки по бокам, соответственно, доступны. Помимо этого, у нас есть сзади два дополнительных отсека. Здесь холодильник. Отлично. Туда пара бутылок шампанского влезут? Да. Да, вполне, вполне, ребят. Точно влезут. И фужеры. Отлично. Замечательно. Так, ну, собственно, все атрибуты действительно по-настоящему премиального автомобиля. Что у нас есть еще? А, под рукой, под рукой. Добавление мультимедиа системы. Здесь можешь и телевизор посмотреть, какие-то видеоролики. Тот же самый YouTube или вот это интервью. Ребят, вот я сейчас смотрю. Здесь я точно знаю, что было потрачено огромное количество сил на то, чтобы сделать этот интерфейс по-настоящему современным, привлекательным, премиальным. Кстати говоря, пока вот мы делали несколько дублей, я попробовал найти в этом автомобиле какое-то количество деталей, которые бы не были кожаными, да, ну, или деревянными, тканями, да, были бы пластиками. Мне удалось найти всего одну такую деталь. Поскольку у нас достаточно подробный обзор, то я предлагаю вам в комментариях обнаружить этот элемент и написать, собственно, о чем именно идет речь. Ну и, конечно же, вы сразу возмутитесь и скажете, какого черта, почему в автомобиле, который стоит дороже Майбаха, эта деталь не сделана кожаная. А я отвечу, почему, да? Все. Ну, а теперь продолжаем. Итак, у нас здесь достаточно большое количество элементов исполнено из декоративного шпона, да, это значит, что поверхность покрыта достаточно тонким, где-то миллиметр-полтора обычно, да, слоем дерева. И этих поверхностей в машине прям очень-очень много. На центральной консоли, вот на двери, соответственно, здесь, судя по всему, откидывающийся, да, кармашек? Да. Да, то есть можно вот так. Оттуда телефон положу. Матрешкин, Матрешкин. Ну-ка, сейчас телефон положу. Я уже здесь забыл твой планшет. Да, да. А если и обратно, вон там все еще останется? Или это русский, настоящий русский автомобиль? Все. Все, больше его нету, да, он закрылся. Ты, посмотри, айфон, ребят, айфон. Доставай айфон. Я не могу, к сожалению, не привести некоторой аналогии. Вот могу сказать, что вот ровно так же исполнена вот эта поверхность, вплоть до того, что два вот таких же, две сетки динамиков, такой же подлокотник, да, и вот даже вот эта форма, очень напоминают, вот очень напоминают, я уверен, что это чистое совпадение Rolls-Royce. Само собой, вот эти верхние детали, сделанные из натурального дерева, я такое припоминаю только в Daimler, это в Jaguar XJR. Тот старый Jaguar, такой глазастый, на котором еще королева каталась. В Rolls-Royce сейчас вот такое решение есть. Я даже не знаю, где еще. Мне кажется, больше такого решения нигде нет. Тактильные ощущения от дерева весьма приятные. И это встречается не только в салоне, но и, внимание, поднимаем глаза к небу. Вуаля, у нас на потолке, причем не только для пассажиров второго ряда, но и для водителя и переднего пассажира, выглядит по-настоящему дорого, богато, солидно, премиально, престижно. И, на мой взгляд, это прям настоящая, очень такая серьезная, интересная дизайнерская находка, которую в этом автомобиле невозможно не заметить. И она очень сильно добавляет всему интерьеру. Мы отодвинули кресло правого переднего пассажира максимально вперед. И вот сейчас я раскинулся, разложился, разлегся в этом кресле полностью. Вот, наверное, именно в таком режиме я мог бы перемещаться на этом автомобиле, если бы спереди-справа никого не было. И обязательно, обязательно надо посмотреть еще на несколько элементов, которые в этом автомобиле выглядят очень современно. Во-первых, кнопки, с помощью которых управление происходит как функциями комфорта самого сидения, так и климат-контролем. Здесь нет перебора с кнопками, но и недостатка в них тоже не чувствуется. Сами регулировки осуществляются либо с помощью вот таких вот клавиш нажимных, с очень приятной подсветкой внутренней, а также можно осуществлять настройку с помощью вот таких вот двух джойстиков, да, с шайбами крутящимися, которые внутри имеют круглый дисплей. И он, в свою очередь, полностью повторяет стилистику всей мультимедийной системы. И вот мы тут обнаружили такую вот хитрую функцию. Я думаю, мы первые, кто ее обнаружил, кроме создателей. Вот, да, регулировать силу вентиляции можно, потянув наверх и одновременно осуществив вращение. Мало кто заглядывает в багажник, да, многие просят посмотреть под капотом, но мы заглянули в багажник. Значит, первое, нету запаски, есть ремкомплект. Второе, вместо запаски огромная высоковыдная батарея, которая позволяет этому автомобилю работать в каком режиме? Она позволяет включать кондиционер, не заводя автомобиль. Закрывается в такой же аккуратной кнопке. Все красиво. Сейчас мы стоим перед стендом, на котором можно посмотреть на кожу и пощупать ее, естественно, да, которую предлагает автопроизводитель для отделки интерьера. Полагаю, что эти цвета можно сочетать между собой, но в целом палитра выполнена в кремово-карамельно-коричневых цветах. Есть один темно-синий, такой морской волны, и есть, ну, совсем белый, кипельно-белый цвет. Естественно, я думаю, что люди будут в основном, владельцы этих автомобилей, тяготеть к более, ну, таким, насыщенным, концентрированным цветам, хотя светлый автомобиль, представленный на стенде, выглядит тоже весьма внушительно, и, на мой взгляд, такая кожа будет служить достаточно долго. Мы имели возможность пощупать эту кожу, мы точно знаем, что она произведена на Рязанском кожевином заводе, для чего здесь есть клеймо, выжженное на лицевой, правда, поверхности, русская кожа, группа компания «Русская кожа» является достаточно известным производителем натуральных кож. Кожа «Напа» лицевая, специально для отделки автомобиля «Аурус» была разработана особая технология ее выделки, сырье, естественно, используется тоже самого высокого качества, как утверждает производитель. В целом же, используя наш опыт в перетяжке салонов, могу вам сказать, что кожа, несомненно, достаточно высокого качества, однако она не без недостатков, не без дефектов, но это натуральная кожа, поэтому для нее свойственно иметь некоторые отличительные особенности. Ну, например, это могут быть достаточно выраженные вот такие складки на загрибке. Кожа имеет в некоторых местах неоднородную структуру, да, где-то более плотная кожа, где-то менее плотная кожа. Полагаю, что это в целом со временем будет устранено. Например, вот на этой шкуре, очевидно, достаточно серьезно выражена отдушка, да. Что это значит? Значит, это значит, что верхний слой кожи, вот видно, что он как будто бы отходит легко от нижнего слоя. Соответственно, такая кожа, она более рыхлая, не такая плотная, быстрее изнашивается, ну и, конечно же, теряет свой вид. Кожа с более плотной фактурой, вот, собственно, она у меня как раз в руке, образец шкуры, пример уже неплохого качества исполнения. Думаю, что этот автомобиль, как большое цельное изделие, включающее в себя разные технологии, разные способы производства и сами производства, конечно, будет в значительной степени двигать вперед всю промышленность. Это касается как вопросов изготовления отдельных узлов и агрегатов, разработка самых сложных частей автомобиля, в частности, речь идет о ходовой части автомобиля, двигателе, коробке передач. Ну и, конечно же, речь идет и о таких вещах, как кресла, автомобильные кресла. Мы сегодня их испытали, они действительно очень удобные и комфортные. У нас была возможность пообщаться с дизайнером, который разрабатывал эти кресла. И могу вам сказать, что подход, который был использован в этой компании, он по-настоящему профессиональный. Мы придерживаемся аналогичных взглядов при разработке собственных комфортных сидений. Друзья, узнать об этом автомобиле побольше от людей, которые участвовали в его разработке, было по-настоящему интересно, познавательно, увлекательно. И я считаю, что этим автомобилем мы по-настоящему можем гордиться. Мы смогли, наша страна осилила такое исполнение. Конечно, этот автомобиль не лишен пока недостатков, но все они, естественно, со временем будут вычищены. Следить за нами очень просто. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. И, конечно же, следите за нами в социальных сетях Instagram, ВКонтакте, Facebook и на drive2.ru. Все ссылки есть в описании к этому видеоролику. А я с вами прощаюсь. Удачи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова